Всем привет! Продолжаем знакомиться с известными художниками. Ну вот, сегодня я вам расскажу, немножко покажу картины, которые я нашел в интернете, используя тексты из википедии с сайта арт-хив-ру, статьи Анны Вчерашней. Сегодня я расскажу вам про Филиппа Липпи, ларентийский живописец, один из виднейших мастеров раннего итальянского возрождения. Вот эпитафия в переводе Блока. Здесь я покоюсь, Филипп, живописец, навеки бессмертный. Дивная прелесть моей кисти у всех на устах, душу умел я вдохнуть искусными пальцами в краске, набожный душ умел голосом Бога смутить. Даже природа сама на мои заглядевшие создания принуждена меня звать мастером равным себе. В мраморном этом гробу меня упокоил Лаврентий, Медичи, прежде чем я в неизменный прах обращусь. Это эпитафия в переводе Александра Блока. Фра Филиппа Липпи, флорентийский художник, монах, сластолюбец, учитель Боттичелли, появился на свет в семье мясника Томазо Липпи в Ардельоне, это один из бедных районов Флоренции. Мать Антония Десербинджо Серинджи. Рано осиротел, его приняла тетка Мона Лапаччи. Она была небогатая, к тому же рано осталась вдовой с тремя детьми на руках. Прокормить племянника оказалось ей не по силам. И поэтому восьмилетний Липпо был отдан послушников в кармелитских монастырь. Кармелиты, монахи в коричневых рясах. Они давали неплохое образование, но, к сожалению, Филиппа гуманитарные дисциплины давались крайне плохо. Ну а что касалось точно, то они вообще не давались. Вместо учения, как говорит Вазари, а Вазари Джорджио, его еще звали Аретино, это итальянский живописец, архитектор и писатель, автор знаменитых жизнеописаний, основоположник современного искусства здания. Только пачкал всякими уродцами свои чужие книги. На уроках рисования рассеянный бестолковый Липпи становился собран внимателен. Ну и, естественно, и кармелиты быстро смекнули. Если вырастить в своих стенах даровитого художника, не надо будет платить деньги за роспись алтарей и стен людям со стороны. Поэтому они даже разрешили не посещать другие уроки, кроме рисования Филиппа. Филиппа проводил в особом для всех посетителей и послушников монастыре Санта-Мария-дель-Кармино. Это место Капелла Бранкачи. Капелла Бранкачи приобрела статус легенды. Ее расписывал сам Мазачи, известный итальянский живописец, знаменитый, крупнейший мастер флорентийской школы, реформатор живописи эпохи Кварто-Ченто, первопроходец эпохи Возрождения, как написано о нем в Википедии, который умер 27 лет и оставил потомству громкую славу. Ну а к кармелитам оставил незаконченную капеллу. И прески Мазачи на стенах капеллы Бранкачи принято считать революционным открытием, которое предопределили переход от средневековой живописи к новому ренессансному искусству. Это образец для первых самостоятельных работ Филиппа Липпи. С начала 1420-х до середины 1430-х годов совмещает художественную деятельность с монашескими обязанностями и достигает в обеих сферах определенных успехов. В 1426 году Липпи становится правой рукой настоятеля кармелитского монастыря. Все ей говорят, что чувство линии и перспективы у него было врожденным. Фресковая живопись Липпи настолько удаляется от готических канонов, приобретает жизненную достоверность, конкретность. И о нем начинают говорить, что в него вселился дух Мазаччо. Через несколько лет он снимает рясу, оставляет монастырь и убирает жизнь вольного художника. И, кстати, есть множество интересных историй, которые рассказывают о нем после того, как он снял рясу кармелита. Рассказывают, что однажды он отправился с друзей в морское путешествие, попал в плен к арабским пиратам, был доставлен в Северную Африку. Там породан в рабство. В один прекрасный день Липпи по памяти нарисовал углем на стене фигуру своего хозяина в полный рост, достоверно выписав одежды. Но в культуре Северной Африки в то время существовал запрет на изображение человека. И владельцу, раба Липпи, раньше не приходилось лицезреть собственных портретов. Он был настолько потрясен, что распорядился отпустить художника. Липпи попадает в Неаполь, оттуда возвращается во Флоренцию. Хватается за любые заказы, работает с большим вдохновением, знакомится с всесильным политиками банкиром Козимо Медичи Старшим, которого называют крестным отцом Ренессанса. Одно время Липпи даже считался его любимым художником. Филиппо Липпи был веселым, жизнелюбивым, падким до вина и женщин. Отдавая страсти, он часто забывал о делах, а когда ему нравилась какая-то женщина, он был готов отдать все свое состояние, рассказывает Вазарий. Но очень скоро к нему приклеивается прозвище монах-сластолюбец. Образ жизни мешал Филиппо выполнять заказы к назначенному сроку. И, видя это, Козимо Медич однажды вынужден был запереть его в комнате, чтобы тот сосредоточился на работе. После двух дней бесплодного томления, Липпи разодрал простыни на лоскуты, сплел из них канат и через окно выбрался на волю. Ну, кстати, надо отдать должное, даже это не помешало карьере. Медичи рассудил, что надо просить художника о моральном поведении, ведь он наделен божественным даром, помогающим вернуть на путь истинно сотни других людей. В 1450 году Липпи осудили за неуплату долга. Через год он попал под суд за подлог. Но связи снова помогают ему выйти сухим из воды. Художник обосновывается в городе Прата, приобретает имение. Ну, значит, деньги у него появились. Исполняется ему 50, и он назначает исполнять обязанности капеллана в женском монастыре Санта-Маргарита. Монахиня по имени Лукреция Бути, которая позировала Липпи, влюбляется в него. И вскоре художник похищает Лукрецию из монастыря и уезжает. Через год у них родился сын, названный Филиппина, будущий знаменитый художник. Но родные Лукреции бьют тревогу, ее находят, возвращают в монастырь. Скандал доходит до римского святого престола. Казима Медичи уговаривает папу уладить дело миром, обойтись без наказания. И понтифик своим указом снимает с Липпи монашевский сан. И якобы прокомментировал свое решение он примерно так. Султана сковывала способности фра Филиппа. Я думаю, что увидя в мир, он станет только ближе к Богу. Через два года Филиппа женился на Лукреции. И их второй сын Александро уже родился в законном браке. На некоторых картинах художник изображает жену и детей. Мадонна с младенцем и двумя ангелами. Или же Мадонна подвуарит. Так называется одна из его работ. Его религиозная живопись, необыкновенно и лирично, проникновенно, воспевает земную прелесть флорентийских женщин. С именем Липпи связывает несколько технических ношеств, важных для истории итальянской живописи. Одним из первых мастеров эпохи он стал включать в композицию своих картин автопортреты. Последними работами Липпи стали росписи стен кафедрального собора города Спалетто, посвященные жизни Девы Марии. Не закончив работу Липпи, кропостижно умер в 1469 году. Ходили слухи, что ему подсыпали яд, а родственники несчастные, которые Филиппа соблазнил. Сын Филиппина, а ему уже было 12 лет, в момент смерти под руководством Боттичелли, стал весьма известным художником. Сохранив стиль Мазача, наконец завершил роспись капелла Банкаччи, которая когда-то своим совершенством сделала художника из его отца Филиппа Липпи. Ну вот и все, что я хотел вам рассказать о творчестве знаменитого фра Филиппа Липпи, флорентишки живописец, один из важнейших мастеров раннего итальянского возрождения. Данные я брал из интернета, википедии, сайта, арт, архив, ру. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok